Ты реально думаешь, что ты победишь? Малечка, угомонись. Я реально говорю, у тебя ноль шансов. Ноль шансов? Это когда есть еда, но ты её не можешь покушать. Для тебя это трагедия, правда. Что? Я её не могу покушать? Очень смешно. Ты даже ноги нормально закинуть не можешь. У тебя мяч на футболке нарисован. Алло, дядя, ты шо, ку-ку шо ли? Вот это была обиденька. Ну а мы начинаем. В эфире шоу «То больше». Суть данного шоу заключается в том, что два игрока сидят друг напротив друга, и кто из них больше засмеётся, тот в конце игры выполняет желание. А какое будет желание, решают второй игрок и судья. Если вам интересно узнать, кто же всё-таки проиграет в сегодняшней битве, то обязательно досмотрите до конца, поставьте лайк. Ну а мы поехали. Итак, участники, вы можете поздороваться со зрителями. Всем привет! С вами Дима и Даша. И сегодня... Давайте я расскажу вам правила игры. Хорошо. Правила игры заключаются в том, что вы просто сидите, смотрите друг на друга. Ни в коем случае не на камеру. Вы смотрите друг другу в глаза. Я читаю вам самые смешные и тупые, можно сказать, анекдоты. Ваша задача не засмеяться. Кто больше смеётся, тот получает наказание в конце игры. Шуток будет 15. Я не хочу. Поэтому шанс проиграть есть у каждого. Ну... Вы готовы начинать? Да. Точно? Да. Поехали! Есть какие-нибудь конкуренты, пара слов? Нет. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Классно. Но я имел в виду не это. Я имел в виду сказать друг другу, хотите что-нибудь? Нет. Я победил. Я победил. Ну, в общем-то, на такой волне мы переходим к шоу. Итак, первая шутка. Учительница задаёт вопрос ученику. Сидоров, какой твой любимый предмет? Сидоров отвечает. Айфон. Так, хорошо, держитесь. Мария Ивановна отчитывает ученика. Вася, если ты будешь приносить такие оценки, то твой отец посидеет. Так, хорошо. Вовочка, почему твой дневник в углу валяется? Мам, я его наказал за двойку. Pretty, please. Есть прорыв, есть прорыв. Один, ноль. В пользу меня. В пользу тебя. Так, следующая шутка. Учительница алгебры объявляет. Первому ученику, кто пойдёт отвечать, поставлю больше на один балл. С задней парты слышится голос Вовочки. Мария Ивановна, я пойду, ставьте мне тройку. Два, два, три, два, один. Ты тоже засмеялся. А нельзя смеяться после того, как кто-то засмеялся? А, да? Два, один. Балл заработал, балл пройдет. Я, мама, в пользу меня. Один, один или два, один? Следующая шуточка. Классный руководитель разговаривает с учеником по телефону. Ты почему сегодня в школу не пришёл? У меня температура 42. Быть такого не может. Да, мама так сказала, 36 и 6. Три, два, три, два. Слышь, никто не тянул. Шутки действительно... Шутки реально не смешные. Хорошо. Все, продолжай. Итак, восьмая шутка. Повочка, назови самое ленивое животное. Змея. Почему? Потому что сидит лёжа, ходит лёжа, даже ест лёжа. Браконьер провалился в медвежью берлогу. Медведь проснулся и говорит. Обобраю завтрак в постель. Встречаются конь и зебра. Конь говорит. Клёвая пижамка, и я хочу такую, где покупала? Мама, я видел, как в банку с молоком упала мышь. Ты же её вытащил, сынок? Нет, я туда кошку бросил. Даша непробиваемая. Сейчас только камеру выключу, она взорвётся сразу. Четыре-три. Правильно? Да. Давайте, это десятая шутка, вроде как. Да. Почему это пятая? Десятая. Восьмая же была. Не один. В общем, следующая часть игры будет заключаться в том, что вы должны будете рассмешить себя шутками. А, ещё пять раундов? Да. Нет, если это пятая, то шесть раундов, как раз по три раунда, чтобы это... по три шутки от вас. Шутки. 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 Однажды лев собрал всех зверей на поляне, выстроив их в линейку. Дал команду. Красивый шаг вперёд, умный шаг назад. Животные двинулись кто куда, только обезьяна на месте стоит. Лев спрашивает. А ты почему не шагаешь? Она говорит. Мне что, разнорматься? Итак, со счётом 4-3 заканчивается раунд, когда смешить вас должен я. Тупыми шутками. Да ладно. 4-3. Не забывайте. Так вот. Сейчас ваша очередь. Смешить друг друга. Первым начинает тот, кто выиграет каменные ножницы бумага. Играйте. Каменные ножницы бумага. Каменные ножницы бумага. Раз, два, три. Первым начинает Дима. Однажды я шёл в садик, и меня вылепили. Меня вылепили кашей в лицо. Ты серьёзно? Он меня завершил. Счёт. 5-3. Он такой. Очередь Даши. Я расскажу о негодах. Матенький. Я как услышал. Ты только что проиграл бал. Ещё один. 6-3. Короче. Однажды шёл медведь на поляне. Ему упало шишка на лоб. Он упал. И потом подошла к белке и спрашивает. Ты живой? Ты живой? Он отвечает да. Потом подходит к нему Маша и говорит. Ты живой? Он говорит да. Когда к нему приходит волк и спрашивает. Ты живой? Он отвечает. Я мёртв. Чебурашка говорит. Гена. Извини я твой велосипед сломал. Сильно? Не. Всего на две части по полу. Точно 5-6. Ребята, давайте сделаем так. Попробуйте мне засмеяться анекдотом. Я вам сейчас расскажу. Идёт Гена Чебурашка. Гена. Ой. Чебурашка говорит. Гена. Там человеки качаются на качели. Гена говорит. Сколько тебе может говорить Чебурашка? Не человеки, а люди. Идут они дальше. И Чебурашка видит. Упал человек в яму. И говорит Гене. Гена, там люч в яму упал. Вот попробуйте мне засмеяться. Ха. Ха. На такой весёлой, как оказалось, ноте мы заканчиваем. Кто же проиграл? Проиграла Дарья. Потому что шесть. Ой, пять. Семь. Да? Я просто... Проиграла Даша. И мы должны придумать для неё наказание. Желание. Ха-ха-ха. Мы должны придумать желание, которое она должна будет выполнить. У меня было желание, чтобы она взяла яйцо сырое, разбила и получается не выпила, а продержала 10 секунд во рту. Да все так смогут. Сырое яйцо. Я подтверждаю. Я подтверждаю. Я ещё тоже попробую. Вдруг у меня получится? Нет. Ну что ж, переходим. Ну всё, я пришла к наказанию. Ничего страшного, всё нормально. Вот яичко целое. Повыше подними, чтобы видно было. Повыше, повыше. Повыше ещё. Выше подними стакан. А. Вот. Это. Яичко. Нормальное. Свеженькое. Там нету скорлупки. Вот это чё белая плава. Не знаю. Цыплёнок. Давай, давай. Жёлтый это цыплёнок. Ребят, перед тем, как я... Ставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал. Дарья, готова? Стой. Таймер забыл. Секундомер. 10 секунд. А куда мне потом выплюнуть? Обратно. Только на камеру не показывай. Ага. Угу. Стой. Так. Секундомер. Вот он. Готово? Надо не уходить. Когда готово, скажи. Ха-ха-ха. Я не могу просто. Так, ладно. Лучше один раз сделать, чем сто раз попробовать. Готово? Ха-ха-ха-ха. Принуться. Лучше. Всё, давай. Затем все лайки ставить будут. Готово? Да. Раз, два, три. Ай. Так, влажное... Я так вот сразу перегружаю. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Даш, 10 секунд сего продержать. Мог бы и пять. Нет, 10. 10 интереснее. Ребята, если пойдет все обратно, то я не виновата. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха. Просто, опа, и держишь. Я же тебе... А я хотел сказать, чтобы ты выпила его. Но я пожалел, тебя во рту подержишь просто. Выпить это хуже, чем во рту, да? Давайте еще раз попробуем. Просто залей. Открой рот, ширик, залей. Так, ну ладно, ну она в рот залила, но реально не будем мучить. Да, да, да. Правильно? Даша, молодец, с заданием частично вы справилась. Я видел, как желток она залила в рот. Я тоже. Но он обратно. Но он выбежал обратно. В общем, на этом можно и попророщаться. С вами был Дима и Даша. Всем пока!